Слава Украине! Привет всем от Полонского! В связи с такими вот тревожными сведениями, что, мол, Штаты, пока не выделили помощь Европа, борются, скажем так, с возможным вето Венгрии. Какие события происходят? Ну, Штаты, я скажу, все равно выделят. Вот увидите, они выделят, они придут к консенсусу и проголосуют. По сути дела, даже республиканцы не против, просто там есть группа трампистов, у которых выборы. Да, это первый момент. Ну и второй момент, как республиканцы-демократы, все равно договорятся. Вот, теперь, что касается Европы и Венгрии. Сегодня представитель МИД Германии, официальный представитель МИД Германии, Крисиан Вагнер, в интервью Блумбергу заявил, что в Берлине абсолютно уверены, что Украина эти 50 миллиардов получит, не тем, так другим способом. Напомню, эта сумма, если я так не ошибаюсь, на 4 года рассчитана. 50 миллиардов евро. И если, например, Венгрия применит право вето, что не исключено, но лично я считаю не очень вероятным сценарием. Скорее всего, все-таки и дадут денег, и она купится. Всему есть цена. Вот, но посмотрим, кто знает, кто знает, да. В этом случае у Европы, конечно же, есть план Б. В любом случае, они на первые, там, полтора-два года могут, у них есть такой механизм по заему денег у собственных банков, 20 миллиардов евро, чтобы оказать помощь Украине. То есть, Европа вместо нас займет вот эти деньги у банков, сама потом с ними рассчитается, а деньги дадут нам в помощь. Это речь идет о такой вот временной помощи, а потом, может быть, еще что-то придумает. То есть, есть вариантов масса. Плюс к этому ко всему, по всей видимости, все-таки состоится встреча Зеленского с Орбаном, потому что Ермак и Серта уже несколько раз созванивались, утрясали кое-какие вопросы. Просто так этого делать никто, вы же прекрасно понимаете, не станет. Серта, если кто не знает, это министр иностранных дел Венгрии. Поэтому встреча будет, посмотрим. Я сразу скажу с Орбаном, и разговор будет тяжелый. Дело совсем не в изучении венгерского языка в Закарпатье. Дело вообще не в этом. Дело в следующем. Венгрия является одним из двух главных получателей экономической помощи Евросоюза. Я это когда-то объяснял. И в случае, если Украина вступит, например, в Евросоюз, то чисто финансово Венгрия это может быть невыгодно, потому что деньги, деньги и помощь будет переключена на Украину более, скажем так, слабого экономически и более крупного партнера, чем Венгрия. Это очевидно. И тут Орбан спинным мозгом понимает, что денег будет или же меньше, или вообще не будет. И вот этого сценария он пытается полностью избежать. То есть тут просто, скажем так, государственные интересы той же Венгрии. Личные, скажем так, шкурные интересы Венгрии. И вот тут он, собственно говоря, и эти 50 миллиардов тоже он не пропускает. Почему? Потому что заморожены венгерские те самые субсидии, которые Венгрия получает. И поэтому идет торг. Но любой торг заканчивается. Приходят, это же переговоры. Переговоры приходят к какому-то взаимоприемлемому результату. И, как видите, в предыдущий раз, на предыдущем голосовании Венгрия, как раз по вступлению Украины в ЕС, по, точнее, открытию переговоров по вступлению Украины в ЕС, Венгрия ничего особо против и не имела. Они просто ушли из зала. Ну, вполне возможно, что будет и здесь так же. Так что, вот такая вот ситуация. Плюс, я же говорю, Европа сейчас ищет все возможные способы, чтобы обойти это вето. Так что, практически уверен, что денежки у нас будут. И еще один момент. США сейчас крайне плотно работают с Большой Семеркой. С тем, чтобы уже конфисковать, конфисковать вот эти 300 миллиардов долларов российских, которые находятся в различных странах Большой Семерки. И вот это самая интересная новость. Понятное дело, что Штаты предпочли бы, совершенно естественно, предпочли бы, чтобы за восстановление Украины и вообще за помощь Украины отвечала, правильно, Россия. Россия, страна, которая все эти гадости наделала, она должна все заплатить. Соответственно, Штаты сейчас очень плотно работают. Сейчас у них просто беспроливно идут переговоры. Каким образом конфисковать эти деньги, юридические пути к этому есть. По крайней мере, в Штатах есть. В других странах тут мне сложнее говорить, но в Штатах уже абсолютно точно знают люди, как это конфисковать и так далее. Но, насколько я понимаю, если Штаты раньше это все дело тормозили, типа вот как-то играли с Путиным, а может мы тебе вернем, а если так, а если сяк. Сейчас уже игры прекратились, они тупо решили эти деньги у Путина забрать. И единственное, что они, я так понимаю, хотят делать в настоящий момент, это не забирать эти деньги в одиночку. То есть, вот есть большая семерка, вся большая семерка вот эти замороженные деньги взяла и конфисковала. Ну, а мы подождем, какой же будет результат.